Добро пожаловать в новый день! Добро пожаловать в новый день! Добро пожаловать в новый день! В начале декабря у нас стартовала акция «Подари на Новый год». Для нас это масштабный благотворительный проект. Каждый якутианин может прожертвовать всего 100 рублей, совершив доброе дело перед Новым годом. Наш проект поддержал, не устроив Борис Федорович Мандар Уз. И мы очень этому рады, потому что он для нас создал в 2011 году знак Хросхала, логотип, который является на самом деле знаком защиты. И в этом году он написал слова «Благословление». Это оберег, который будет защищать человека в 2019 году. Как символ удачи, тепла и заботы. Дорогие друзья, мы продолжаем. Абонент МТС 2792262 – это номер нашего WhatsApp, на котором мы всегда ждем ваши сообщения и будем рады зачитать их в прямом эфире. И к этой минуте рады зачитать следующее. Поздравляю коллег отдела материального и технического снабжения службы спасения с Днем снабженца. Марфа Павловна подписалась. Мы присоединяемся к поздравлениям и поздравляем с профессиональным праздником. И продолжаем. Ну, конечно же. На прошлой неделе в рамках года подведения итогов российского предпринимательства в Москве состоялось вручение наград корпорации развития бизнеса Российской Федерации. Четыре республиканских компаний были удостоены наградами. И награду, называемую как «Надежный бизнес-партнер», получила компания «Камелек». И более подробно об этом нам расскажет наш сегодняшний утренний гость. Доброе утро. Это основатель и директор компании «Камелек» Камелек Ольга Григорьева. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите нам поподробнее о награде. Что она из себя представляет, что она дает. Да? Ну, разрешите поблагодарить вас за то, что вы компанию, национальную компанию НВК САХА, за то, что вы замечаете наши успехи, приглашаете. Данная награда, она вот вручалась буквально на прошлой неделе. Мы ездили четыре компании по приглашению корпорации МСП. Это вот корпорация, которая организована была в 2015 году президентом Российской Федерации для того, чтобы поддерживать регионы в области бизнеса. Мы в 84 региона участвовали. И, ну, вот эта вот награда дает, конечно, нам возможность быть перед нашими партнерами, перед поставщиками, может быть, нашими, да? Чтобы они знали, что мы действительно надежные бизнес-партнеры. Ну, и, конечно, статус, может быть, да? Конечно же, признание. Ну, и всегда приятно, когда отмечают, когда дают подтверждение, да? Когда нас туда приглашали, нас поселили в отель «Националь». Пусть на сутки, но это очень хорошо. Завтрак с видом на Кремль. Значит, экскурсия по Кремлю. Бал предпринимателей. Включили в совет директоров, где мы могли общаться с 35-ю другими директорами, обмениваться опытом. Ну, в общем, очень хороший опыт и подтверждение, что мы на правильном пути. На высоком уровне прошло мероприятие. Да, очень на высоком уровне. Ну, и, конечно, было ценно то, что мы не только ездили, посмотрели, погуляли, да? А то, что мы лично познакомились с первыми руководителями тех предприятий, которые работают в сфере поддержки малого бизнеса. Например, вот это мероприятие происходило при поддержке Госдумы, при поддержке Минпромторга, Корпорации развития бизнеса МСП, Министерства финансов, Министерства Минэкономики. Ну, вот было ценно то, что мы общались напрямую, ну, вот там название то, что разговор бизнеса и власти. Был откровенный такой разговор, что нас ждет в 2019 году, подведение итогов 2018 года. Оказывается, вот по данным рейтинга российских банков, Россия по бизнесу вышла со 122-го места на 35-е место. Вот с 2012 года до 2018 год. Вот поэтому то, что вот в своих майских указах президент Российской Федерации ставит планы, задачи по развитию малого бизнеса в России, это, оказывается, все равно работает. Созданы основы господдержки, займы, микрозаймы, значит, субсидии какие-то. Ну, и для того, чтобы мы выходили на внешний рынок, на экспорт, это для нас играет, конечно, очень ценную и важную роль. Потому что наша задача, задача компании Камелёк в ближайшем будущем выходить на внешний экспорт. Ну, какие еще компании были удостоены? Да, помимо. Да, помимо нас была удостоена премия «Надежный бизнес-партнер». Наша компания номер один в области ювелирного бизнеса, компания «Керге», Александр и Галина «Керге». По сельхозпроизводству компания из Сунтарского улуса, потребительский кооператив «Крестях» и компания, которая занимается в сфере цветочного бизнеса. Да, вот, и мне очень было приятно их там встретить. Вот, мы там все, вот, не все, а с компанией «Керге» были включены в состав совета директоров. Вот, ну, и ценно то, что нас включили еще вот в эту красивую книгу. Да, мы видим, помимо награды и диплома, на столе лежит красивая книга. Что это за книга? Это вот историк-аналитический альманах, лидера новой эпохи. Здесь включены, кроме нас, еще 53 компаний российских. Конечно, по сравнению с ними, возможно, мы маленькая компания, но это очень большие акулы бизнеса. Они заняты в сфере космофизики, машиностроения, производства. В общем, вот этот альманах дарит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим партнерам, друзьям, возможно. И вот на 51-й странице наша компания представлена тоже. Поэтому мы очень рады и нам очень приятно, что мы вошли все-таки в 50 лучших компаний Российской Федерации, которые на данный момент развиваются. Но у компании «Камелек» какие планы впереди? Да, и вот это мероприятие все-таки позволяет нам оценивать то, что пройдено за эти 13 лет, подводить итоги года. Впереди Новый год. Поэтому мы на сей момент подводим итоги. В этом году мы все-таки запустили экспериментальный цех керамики по производству керамики из мясного сырья, из мясной глины. Вы можете посмотреть, дорогие телезрители, то, что создано нашими мастерами-керамистами у нас в магазине на Ленина 36. Мы обучили трех керамистов в Узбекистане, которые на сей момент уже работают упорно. Ну и очень много моментов, которым следует, конечно, радоваться. Мы создаем рабочие места, мы платим налоги, мы создаем нечто красивое, которое поставили задачу, чтобы якутская посуда была в каждом доме и украшала якутский быт на сегодняшний день. Ну и в последующие годы. А вот касательно самой награды. Из какого материала вы взяли? Смотрю, это яшма или... Ну и, судя по всему, видимо, очень драгоценный материал, потому что он очень тяжелый. Да, достаточно. Да, достаточно тяжелый, весомый. Ну и главное не в материале дело, а то, что все-таки вот ценность в том, что она российская награда, да, на федеральном уровне. И не знаю, из чего сделано, видимо, очень хороший добротный материал. Но вот вы сказали, что с 2012 года у российского бизнеса был огромный скачок, да? Как вы оцениваете развитие бизнеса в республике вообще, в общем? Ну и какое будущее? Я оцениваю... Вот многие говорят, вот, все плохо, да, бизнес стоит на месте, кризис на улице. Но я об этом не хочу говорить. Я хочу говорить о том, что бизнес поддерживается. Когда мы сами начинали, у меня был займ в 200 тысяч рублей в местном центре поддержки предпринимательства. Мы начинали вот с этих 200 тысяч рублей. Вот, чтобы было полезно, да, мой сегодняшний рассказ, я хочу дать информацию начинающим предпринимателям. Потому что если вы хотите занять, допустим, от 100 тысяч до 3 миллионов, вы обращаетесь в местный центр поддержки предпринимательства, фонд поддержки предпринимательства. А если вам нужны средства для оборотных средств, для пополнения сырья, для закупа оборудования, и вам нужно до 50 миллионов рублей, то вы обращаетесь в корпорацию развития бизнеса МСП, у нас есть филиал МСП банка. Если вам нужно, допустим, до миллиарда даже, да, вы можете обращаться в федеральный МСП банк. И было полезно узнать там из первых рук, там то, что у нас, оказывается, есть по России 15 полномоченных банков, которые дают кредит от 6 до 8 процентов ставка, да. Как я вот для себя наметила, под 8 процентов можно получить в Сбербанке и в ВТБ-24. Огромное вам спасибо, Ольга, что пришли к нам этим утром. Мы вам желаем только держать эту марку надежного бизнес-партнера. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое. Удачи вам и успехов в процветании. Ну а у нас небольшая рекламная пауза, после которой мы обязательно с вами увидимся. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»